Областной суд, где майор полиции Хомякова обжаловала приговор в отношении себя, принял решение. Судебные тяжбы по резонансному ДТП длятся вот уже около пяти лет. Немного об обстоятельствах. Авария произошла на пересечении улиц Ташкентской и Радищево областного центра ночью 17 июля 2009 года. Столкнулись автомобили «Москвич-2141» и «БМВ-Х5» без госномеров. За рулем иномарки находилась замначальника Ивановского следственного отдела управления ГИБДД Галина Хомякова. В результате ДТП водитель «Москвича» таксист Дмитрий Кузьмин и его пассажирка стали инвалидами второй группы. Любопытно, но первым на место столкновения даже быстрее скорой прибыл непосредственный начальник Хомяковой, руководитель вышеупомянутого ведомства, а также несколько их подчиненных, которые, собственно, и вели это дело. Неудивительно, что именно таксисты изначально считали виновником столкновения. Якобы он, двигаясь в прямом направлении, через перекресток выехал из своего ряда и столкнулся с пропускавшей его, прежде чем повернуть налево, иномаркой. Лишь спустя три года, благодаря московской и ярославской экспертизам водителю «Москвича» удалось отстоять свою невиновность, и обвиняемой стала следователь. Фронзенский суд в апреле этого года принял решение признать Хомякову виновной. А это значит, что по закону о полиции женщина больше не могла занимать свой пост. Хомякова с этим не согласилась. Это и привело всех участников истории вновь в зал суда. На этот раз апелляционные инстанции. Претензии к фронзенскому суду госпожи Хомяковой масса. Я не знаю, чем руководствовалась квалификационная комиссия, когда назначалась Степальна Алексея Валерьевича на должность судей фронзенского суда по уголовным делам, и Степальна Валерия Петровича на должность судей Верховного суда России и все по тем же уголовным делам, да еще в коллегии, надирающей за правосудие в Волонской области. Мне неизвестно, возможно, такое правомерно ли это, соответствующее обращение Верховное судное направление, к сожалению, это пока не получено. Но даже если вдруг такое невозможно и не противоречит закону, то уж явно рассматривать одно и то же уголовное дело они не могут. Осуждая кумовство в судебных кругах о том, что в прокуратуре курировало следствие по этому делу ее собственная тетушка, Хомякова умолчала. Также в вину суда первой инстанции Галина Николаевна поставила то, что ей не дали возможности подготовиться к судебным премиям. В этом осужденная усмотрела сговор. Как это ни странно, ни гособвинители, ни потерпевшие их представители не только не были удивлены такой ситуацией, а и были к ней абсолютно готовы. Я же была просто в шоке, даже не от того, что мы перешли к премиям, а от того, что на наше ходатайство представление времени для подготовки нам выделили полчаса, объявив судебное заседание и перерыв. Дом 11, с дела 88. Нарушение требований части 3 статьи 47 пока налицо. Времени на подготовку у обеих сторон было предостаточно – целых 4 года. Кстати, волокиту с делом и ошибки следователя осужденная также сочла поводом для пересмотра дела. Как и тот факт, что, по ее словам, суд не до конца разобрался в ситуации. Виновником телесных повреждений, причиненных потерпевшим, стало вовсе не ее БМВ, а столб, который москвич отрикошетил после удара. Инкриминируемая внедорожная ситуация в том виде, в котором она описана в приговоре, не повлекла причинение логиновых телесных повреждений. То есть, в этой части приговор законным и обоснованным считать никак нельзя, поскольку якобы установленная судом дорожная ситуация заканчивается взаимодействием автомобилей друг с другом и не описывает дальнейший результат произошедшего наезд автомобиля «Москвич на стол». Да и сумма в миллион рублей каждому пострадавшему матери-единочке с кредитными обязательствами не по силам, особенно если она лишится работы в органах. В конечном счете, виновным во всех его бедах госпожа следователь считает самого потерпевшего таксиста, который после происшествия стал инвалидом в 25 лет и потерял разом – здоровье, работу и семью. В качестве обоснования своих исковых требований Кузьмин приводит распад своей семьи. Я говорила об этом в премиях и повторю сейчас. Тот факт, что он выбрал себе спутницу жизни, которая бросила ему в самый критический момент, говорит лишь о складе характера его супруги, но никак не является поводом для взыскания с меня миллиона рублей. Прошу отменить приговор в ровность по району до города Иванова от 14-го до 14-го года, а также другие обжимаемые решения. Семья пострадавшего таксиста, естественно, с таким отчаянным доводом просто не может согласиться. Болезненная тема. Штифт ноги у него диаметром 4 мм и 25 см стоит. Кости таза, они так у него при боте не срослись. Вся левая половина туловища, все уши в всех органах, левая рука. И в дальнейшем сейчас нам приводится еще потребуется операция. Замена сустава левой руки, потому что она у него высыхает. Пересадка тоже. Он же был в Питере, мы ему отказали, поскольку приехал, а анализы были очень плохие на тот момент. Его направили опыть. Нечею. Это лишь малая часть того, через что пришлось пройти пострадавшим. Пассажирка москвича Логинова, 36-летняя мать троих детей, долгое время находилась в коме. Теперь она тоже инвалид, вынуждена постоянно лечиться. А денег на это нет. Преступление я не совершала. Доводы странно-государственного обвинения считаю надуманными, не основанными ни на доказательствах, ни на действовавшем сейчас и действовавшем тогда законодательстве. И прошу суд отменить решение приговора фронтовского районного суда. Суд апелляционной инстанции решил, что в процедуре судебного следствия действительно были нарушения. Суд выносит по делу частные определения в адрес следственных органов, а также судей фронтовского районного суда города Иваново-Степалино, которые допустили волокиту по данному уголовному делу и иные парусиальные нарушения. Приговор суда первой инстанции действительно отменили, но вынесли новый, также обвинительный. Признать Хомякову Галину Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без лишения права управлять транспортными средствами. Однако возмещение вреда в 2 миллиона рублей суд посчитал излишней платой за сломанные судьбы. С Хомяковой Галины Николаевны в пользу Кузьмина Дмитрия Ивановича 600 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, в пользу Логиновой Ольги Николаевны 600 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Сторона потерпевшего с решением не согласна. Рассчитывали, что компенсация будет в том же размере, потому что она была уже уменьшена. Ну и в качестве пасскриптума Хомякову за пересечение двойной сплошной и езду без госномеров, при этом не имея доверенности на автомобиль своего покойного мужа, так и не наказали. Право управления транспортным средством она не была лишена. В ходе суда, продав главное вещественное доказательство, тот самый БМВ, она приобрела авто подешевле и ездит по улицам города. Без номеров она каталась год, это в июле 2009 произошла авария, то есть ее никто не останавливал. Все знали прекрасно, ее начальник Головкин ее покрывал. И она продолжала ездить, и рано или поздно это было случилось. И ну вот это выражает ее. Раньше у нее были 500 номера на БМВ, и сейчас она вот купила автомобиль, вот сейчас подъехала, у нее Рено-сценник, тоже 500 номера, она, ну и ей делают протекцию ГАИ. И номера ей дают, ну как сказать, блатные. Наталья Бутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.